Партнер программы для маленькой компании торговая марка Меллида. С детворою у экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, ребята. Привет, привет. Вероника, надеюсь про праздник, который был 14 октября, ты не забыла? Конечно, я помню, каждый год 14 октября мы поздравляем самых дорогих и самых любимых наших мамочек. Мы тоже поздравили своих мам и подарили им букет цветов. Молодцы. А как вы думаете, мамой будет легко или сложно? Я думаю, трудно быть мамой, потому что успокаивать надо, надо кормить их вкусно, одевать по стилю. Мамой быть сложно, потому что мама за нами ухаживает, моет, одевает, нас кормит и любит. Да, любит нас. И у нее вообще много чего. Мы иногда забываем спасибо ей сказать, правда? Да. Да, за это. Давайте отправим нашего агента на спецзадание и узнаем, легко ли быть мамой. Привет, моя маленькая компания. Сегодня я вам предлагаю поговорить о мамах и узнать, легко ли быть мамой или нет. И для этого мы отправимся к маме Свете и ее сыночку Никите. Знакомьтесь, это мама Света и ее маленький сынок Никита. Рассказать о своей маме малыш пока еще ничего не может, но любит ее очень сильно. Ведь именно мама улыбается ему каждое утро, как только Никита просыпается. Мама кормит его, ходит вместе с ним на прогулки, покупает новые игрушки, радуется его первым успехам и достижениям. Мама в жизни Никиты, впрочем, как и любого малыша, самый главный человек. Сначала мальчик научился самостоятельно сидеть. Казалось бы, что может быть проще, но для малыша это уже и есть один из первых его успехов, а значит и успех его мамы. Сейчас Никита самостоятельно может стоять у любой опоры, будто диван, кровать или скамейка на улице. С помощью мамы малыш делает свои первые шаги. Родители Никиты с нетерпением ждут, когда же эти маленькие ножки самостоятельно будут топать по дорожке, ведь это следующий их общий успех. Топ-топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. И сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом. Топ-топ, время не теряй, до скамьи без мамы дошагай. Обойди прохожий стороной. Видишь, человек идет большой. Топ-топ, 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 очень нелегкий. Топ-топ, 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 первые шаги. Пам-пам-пам-пам. Скажите, а мамой быть легко или сложно? В первую очередь, мамой быть – это самое большое счастье и радость в жизни. Ведь так здорово общаться со своим малышом, видеть каждый день его улыбку, смотреть, как он развивается, видеть его маленькие победы и достижения. Но в то же время, мамой быть – это очень трудоемко, потому что на тебе лежит большая ответственность за то, какой у него сложится в будущем характер, его какие-то возможности, доброта и все остальное – это полностью зависит от родителей. Поэтому родители должны очень стараться, потому что каждый ребенок старается походить на своего маму или папу. Я надеюсь, что в далеком будущем я все же буду, или в ближайшем будущем, буду мамой двоих деток, потому что мамой быть – это очень здорово. Впереди у Никиты много успехов и достижений. Все вместе они будут радоваться покоренным вершинам. Зоренький краше и солнце милей, та, что зовется мамой моей. А это мама Катя и ее детки Злата и Захар. Пока у этой мамы только двое детей, но уже совсем скоро, к новогодним праздникам, эту семью посетит не только Дедушка Мороз, но и Аист. И количество детей в их семье увеличится. Захар и Злата с нетерпением и трепетом ждут появления третьего – братишки или сестренки. Стараются помогать маме. Мы очень любим свою мамочку. Мы вместе с ней гуляем на улице, помогаем ей по дому, играем в разные игры, смотрим вместе с телевизором. Мама Катя, впрочем, как и все другие мамы, вкладывает в своих деток все самое лучшее. Захар и Злата признались нам, что мама – самый дорогой в их жизни человек, который подарил им жизнь. Мама всегда рядом. Она делится Златой с Захаром все – радости, удач и горести поражений. Всегда помогает и поддерживает. Мамой быть непросто, но интересно. С такими детками, как у меня, сложностей никаких нет. Они заботливые, внимательные, очень любят меня, я их просто обожаю. А сейчас мы отправимся к маме Жанне. У нее трое детей. И узнаем, легко ли быть мамой троих малышей. Мамуленька, ты моя самая-предсамая любимая. Я тебя очень-при-очень люблю. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает ночью бессонною. Мама потихоньку всплакнет. А мама Жанна воспитывает сразу троих малышей. Пятилетнюю Марту и двойняшек Женю и Валеру, которые в ноябре отпразднуют свой третий день рождения. Ребята от своей мамы без ума. Даже на прогулки не отходят от нее ни на шаг. Каждый пытается привлечь ее внимание вопросом или игрой. Откройте нашей маленькой компанией секрет. А быть мамой троих деток легко или сложно? Быть мамой троих детей не всегда легко. Но материнство это счастье. И у меня в тройне больше не только хлопот и забот, но и детских улыбок, детских радостей. Я себя не представляю без своих маленьких крошек. Я их очень люблю. Все вместе мы играем в разные игры. Мальчишки любят играть в машины. Дочка в дочке матери, в куклы, в кухню. Иди сюда. Вместе мы любим ездить в кино, смотреть детские мультфильмы в кинотеатре, гулять по парку, кормить птиц. Действительно, в жизни мамы Жанны втрое больше улыбок, детских радостей и побед. Конечно, у малышей бывают неудачи и огорчения. Но мама всегда старается помочь их разрешить. Ведь в ее жизни самые драгоценные и любимые – это дети. Моя маленькая компания. Сегодня я узнала, что мамой быть очень сложно. И поэтому любите, уважайте и цените своих мам. До встречи через неделю. Пока-пока. Вот видите, оказывается быть мамой не так легко, как это может показаться на первый взгляд. А как вы думаете, кто такая хорошая мама? Какими качествами она должна обладать? Я думаю, что для своего ребенка мама любая хорошая. Потому что она старается, старается, все моет, готовит и есть, на работу ходит, покупает вкусные продукты. Я думаю, что мама должна быть хорошей. Для всех детей хорошая. Ну, для своих. Хорошая мама, она не должна бить детей никогда. Только если они там что-то… Заслужили. Да. Или ругать заслуженно. А если там получил хорошее что-то в школе, что-то делал хорошее, то надо похвалить. А вообще хорошая мама, они наказывают своих детей? Да, смотря за что. Потому что дети становятся невоспитаны. Если провинился. Думаю, что если вот я так вот сделал, плохое дело. Гладить по головке и говорить, молодец, молодец, делай еще так. Они так вот все время делать, они не вырастут хорошие. А если там вот заделал, то что-то сделал плохое. Например, разбил окно. Ну, мячиком бывает такое. Играл, играл. А я разбил лампочку. И вот. Что они ругали? Ну, не вот им. Не ругали. И вот за это, ну, конечно, ну. А давайте спросим феечки ее друзей. Что думают они? Кто же такая хорошая мама? Привет, моя маленькая компания. Привет, Даша. Привет, Егор. Привет. Привет. Сегодня я хочу вас спросить. Кто такая хорошая мама? Ну, хорошая мама. Ну, есть строгая и хорошая. Когда строгая, только строгая и злая, она всегда злится, всегда не разрешает ничего и заставляет всегда что-нибудь делать. А если строгая и добрая, то она строго относится. Ну, она никогда, ну, не кричит, все объясняет, что, где и когда. Она всегда добрая. Я считаю, что мама у каждого хорошая. Просто, и она любимая, она одна. Просто иногда бывают мамы строгие, но они правильно, они пытаются объяснить то, что... Если бы ты понимал с первого раза их слова, то они, я бы думаю, замечания те много раз не делали. Вот, в общем, все мамы, я считаю, хорошие, и они добрые. Просто иногда они могут замечания сделать, отругать, но просто так, вы мне поверьте, она вас ругать не будет. А что хорошая мама делает для своих детей? Ну, если она очень хорошая и все разрешает, просто добрая, не строгая, не зла, если она очень хорошая и все разрешает, то она будет все покупать, будет все дарить, все, что даже разрешать, когда даже уроки не делать и писать за него. Я с тобой, Егор, не согласна. Даже хорошая мама не может себе разрешить делать уроки, тебе это задала учительница. И ты обязательно должен выполнить, когда не учительница. Да, но если мама... Я согласна точно с Дашей, потому что мама, она и так умная, а ты только набираешься знаний. Мамы все хорошие. Они просто, они просто вот, они очень любят своих детей и ценят то, что у них родился этот ребенок. И они очень заботятся о детях, чтобы они жили долго и счастливо. И лучше всех на свете, мамины дети. Для мамы, конечно, для нее ребенок это самое важное. А если мама ругает, то она плохая? Конечно же, нет. Нет, потому что она ругает за что-то, не просто так. Просто так бы мама ругать не стала бы. Мама не стала бы ругаться просто так. Я согласна с Егором. Потому что мама всегда, она, когда ругается, она пытается тебе объяснить, что ты не прав. Что ты не так поступил. И чтобы ты больше так не поступал. Да, ну вот, я с тобой тоже, Даша, согласна. Всегда, когда мама на нас кричит, мы всегда обижаемся и пытаемся доказать, что она не права, даже в домашней работе. Вот иногда бывает, у нас ошибки, мама говорит, ты неправильно написал, я же лучше знаю. А иногда бывает, что ты говоришь, я же списывал с доски или с учебника, я же лучше знаю. Но все-таки мама больше знает, потому что она дольше, чем мы живем, и она больше знает. Моей маме 35 лет. Она уже 35 лет это все узнает, запомнила. А мы только начинаем жить и запоминать в своей мозгу, что нам говорят. Мы должны запоминать плохие вещи, мы не должны запоминать. Ребята, а вы хотели бы ваших мам поздравить с праздником? Конечно! Дорогая моя мамочка, я тебя поздравляю с праздником Днем Мамы. Желаю тебе всего самого-самого лучшего. Желаю тебе успехов, чтобы у тебя все было хорошо. И чтобы в этот праздник ты никогда не плакала, не горевала. Чтобы у тебя все было отлично в этот прекрасный день, День Мамы. Мама, я тебе желаю всего хорошего, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты всегда была здорова, чтобы ты не плакала в свой день, чтобы никогда не плакала. Даже на 8 марта, чтобы мы тебя понимали всегда, чтобы ты была всегда хорошей. Мама, я тебе еще хочу пожелать всего самого-самого лучшего, потому что День Мамы – это самый чудесный праздник на планете. Я тебя очень люблю и целую. Спасибо, ребята! Моя маленькая компания. Берегите своих мам. До встречи через неделю. Пока-пока! Интересное рассуждение. Праздник Мам нигде не был забыт. Их отмечали и в детских садах, и в школах. Пели песни, читали стихи, дарили подарки. А давайте с вами побываем на одном таком празднике. Привет, моя маленькая компания! Сегодня в детском саду номер 35 ребята готовятся к празднику Мам. Предлагаю познакомиться с мальчишками и девчонками и узнать, какие у них мамы и как они собираются поздравить их с праздником. В детском саду номер 35 готовиться ко Дню Матери стали задолго до праздника. Воспитательница собрала мальчишек и девчонок и поговорила с ними о том, какие мамы у ребят, где они работают и чем занимаются в свободное время. Дети рассказывали, как заботятся о своих мамах, чем помогают им. Расскажите нашей маленькой компании о своих мамах. Моя мама заботливая, убирается, еще готовит очень вкусно, самая красивая. Даник, а ты расскажи о своей маме. Она очень вкусно готовит, она очень заботливая. Мы вместе с мамой моем посуду, играем в загонялки вместе. Мы вместе с мамой моем пол. Какой же праздник без подарков? Лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. Это воспитанники детского сада номер 35 знают. Поэтому прямо в группе дети устроили творческую мастерскую. Одни рисовали портреты мам, другие делали аппликации, третьи – поделки с пластилином. Каждый очень старался, вкладывал в свою работу, старание и частичку своей души. Ведь это подарок для самого родного, близкого и любимого человека – мамочки. Какой подарок подготовили для своих мам? Я подготовила маме открытку, букет из пристелина, букет, вазочки. Я приготовила маме ее портрет в детском саду. Подарки для мам готовы. Их ребята отнесут домой и подарят своим любимым мамочкам. Я тоже хочу поздравить всех мам города и пожелать им счастья, здоровья, чтобы ваши детки вас никогда не огорчали. До встречи через неделю. Пока, пока. По-моему, праздник получился классным. А главное, что мамы остались довольны. Да, для счастья ваших мам нужно совсем немного, чтобы вы были здоровыми, счастливыми, чтобы никогда их не огорчали и только радовались своими успехами. Тогда мамины глаза будут светиться счастьем. Друзья из нашей маленькой компании подготовили подарки для своих мам. Давайте посмотрим. Давайте. Моя мама милая, хорошая, умная. Она всегда покупает игрушки и конфеты. Она всегда обнимает и целует. Я ее очень сильно люблю. Я желаю моей любимой мамочке добро, счастья и красоты. Мама пить, она утром, но меня не котитала. На лодках я ложу, села рукав и сижу. Празмы, мальчики и куски, тихо конец я пошел. А по-моему, мне утка тоже зала. Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. Только мама есть одна, всегда рожа мне она. Кто она? Отвечу я. Это мамочка моя. Мама любит и заверит. Мама понимает. Мама думая, умеет. Все на свете теряется. Хочу тебя поздравить, мамы. Всегда ты будешь самой-самой. Люблю и уважаю. Лишь одно я точно знаю. Только мама не предаст, руку помощи подаст. Тебе здоровья желаю. С праздником поздравляю. Маму любят все на свете. Мама первый друг. Маму любят не только дети. Любят все вокруг. Если что-нибудь случится, если вдруг беда, мамочка придет на помощь. Выручит всегда. Мама много сил. Здоровья отдает всем нам. Значит, правда, нет на свете лучше наших мам. Из цветной бумаги вырежу кусочек. Из него я сделаю маленький цветочек. Мамочке подарок приготовлю я. Самая красивая мама у меня. Для дорогих и любимых мамочек мы подготовили им музыкальный сюрприз. Я целую твои руки, моя родная. Я целую твои руки, моя родная. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. Мама. 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 Мне ведь большего не надо. Мама. 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 Только не грусти. Ты меня за все. Мамочка, прости. Ты слышишь? Мама. Мама. Будь всегда со мной рядом. Мама. 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 Только не грусти. Ты меня за все. Мамочка, прости. Только ты всегда поддержишь и успокоишь. И от зависти и злости меня укроешь Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я С благодарностью я руки твои целую Мама, будь всегда со мной рядом Мама, мне ведь большего не надо Мама, только не грусти Ты меня за все, мамочка, прости Ты слышишь, мама, будь всегда со мной рядом Мама, мне ведь большего не надо Мама, только не грусти Ты меня за все, мамочка, прости Свет в окне, мы вместе, на душе светло Мамочка родная, как с тобой тепло Я молюсь носами, чтобы ты жила Чтобы ты здоровая, мамочка была Жизнь мне подарила, мамочка моя Больше всех на свете я люблю тебя Мама, будь всегда со мною рядом Мама, мне ведь большего не надо Мама, только не грусти Ты меня за все, мамочка, прости Ты слышишь, мама, будь всегда со мной рядом Мама, мне ведь большего не надо Мама, только не грусти Ты меня за все, мамочка, прости Я думаю, сейчас настало самое время поздравить ваших мамочек Мама, поздравляю тебя с праздником Желаю тебе счастья, здоровья Чтобы ты оставалась всегда такая молодая Добрая, красивая Одевалась красиво Чтобы ты нас любила И тебе всего хорошего Мамочка, я тоже тебя поздравляю Желаю тебе счастья, здоровья Чтобы ты никогда не уставала И мы поздравимся тебя с братиком слушать И не огорчать Я думаю, вашим мамам очень приятно услышать такие поздравления А я хочу напомнить ребятам из нашей маленькой компании О том, что узнать последние новости о нашей программе Вы сможете в специальной группе Программы для маленькой компании Которая создана в социальной сети ВКонтакте Становитесь нашими друзьями в интернете До встречи через неделю Пока, пока С детворою экранов Соберемся выходной Здесь тебе мы очень рады Нашей дружной семьей Если хочешь много знать ты Нам с тобою по пути Все ответы на вопросы Только в маленькой компании Партнер программы для маленькой компании Торговая марка «Мелида» Ежедневно, непременно, с аппетитом нужно есть Каждый день Йогурт, сыр и простоквашу Молоко, кефир и кашу Масло сливочное тоже И сметану, и творожник Ежедневно, непременно, надо есть Все, что полезно Все, что сделано «Мелидой» в жизни так необходимо Молочные продукты – это замечательно Очень вкусно, здорово и питательно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова